Получить необходимую медицинскую помощь на месте, не выезжая в райцентр. Теперь такая возможность есть у воспитанников Лемешкинской специальной школы-интерната, что в Руднянском районе области. Это одно из нескольких десятков социальных учреждений, которые находятся под патронатом регионального благотворительного фонда «Центр помощи беспризорным детям». Благодаря поддержке фонда в школе-интернате был обновлен медицинский кабинет. Из Руднянского района материал Натальи Стеганцевой. Поселок Лемешкино – школа-интернат для детей с ограниченными возможностями. Здесь пока не слышно детских голосов. Те 83 воспитанника находятся в оздоровительном лагере. Персонал учреждения с гордостью демонстрирует медицинский кабинет. После визита гостей из регионального благотворительного фонда «Центр помощи беспризорным детям» он полностью преобразился. Отремонтированное помещение, новое оборудование, мебель. Ингалята мы приобрели для ингаляции детей, больных с острораспираторными заболеваниями. Приобрели сухожар, биксы нужны нам, тоже они для стерилизации, тумбочки прикроватные. На обновление медицинского кабинета фонд выделил школе-интернату 93 тысячи рублей. Теперь, надеясь руководству учреждения, им удастся пройти процедуру медицинского лицензирования. Оно необходимо для того, чтобы дети смогли находиться в стенах интерната круглосуточно и получать всю необходимую врачебную помощь здесь, на месте. А пока в случае ЧП приходится возить ребят в районный центр. По замечанию директора Лидии Юнусовой, региональный фонд «Центр помощи беспризорным детям» – один из немногих, чье руководство обращает пристальное внимание на проблемы учреждений в глубинке. Поэтому сотрудничеством с фондом персонал школы-интерната дорожит особенно. Сейчас в наше время очень мало таких людей, которые обращают внимание на сельские школы. Потому что сельские школы, они удалены от центра. Мне хочется обратиться к предпринимателям города Волгограда. Пожалуйста, обратите на нас внимание, помогите нашим детям. Руководство школы-интерната надеется, что найдутся предприниматели, неравнодушные к проблемам детей с ограниченными возможностями. Зданию, в котором располагается учреждение, очень необходим ремонт. Наталья Стиганцева, Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Руднянского района.